И те, кто еще не был на прошлых эфирах, давайте знакомиться. Для новеньких кратко скажу о себе, а вы пока что пишите о себе, как вас зовут, какого возраста ваши детки и сколько деток, возможно, несколько, из какого города страны, потому что у нас все время участвует много стран мира в этих всех процессах и проектах. И, соответственно, очень много родителей по всему миру учатся и осваивают те навыки, которые важны для каждого ребенка, чтобы ему легко было обучаться, чтобы он развивался хорошо, рос счастливым, уверенным, смелым малышом. Меня зовут Елена Антонюк, я автор проекта «Все дети гений», «Мама двоих детей». Я искренне верю, что все дети действительно имеют свой талант, потенциал, изюминку, сильную сторону. Называйте, как хотите, но каждый маленький человек, приходя в этот мир, обладает большими и большими возможностями. И вот как раз этот проект о природном развитии этих возможностей, чтобы вы понимали, как и когда, что максимально быстро и эффективно развивается, какие направления помогут вашему ребенку стать не только физически хорошо развитым, но и умным, и легко адаптироваться в коллективе, быть общительным. Ну и, конечно же, мы с детками, с нашими проходили неоднократно стажировку в Англии, потому что это классные методики, веселые, игровые. И это действительно через любовь и через то, что мы можем от родителей дать, скажем так, от всей души. Поэтому добро пожаловать на самый первый проект с практикой, с огромным количеством упражнений, с опытом мировых школ и лучших специалистов 150. А также скажу, что у меня был мой опыт проведения всех этих занятий. После Англии мы приехали с детками домой и поняли, какие должны быть занятия, насколько важно не упускать время, когда дети развиваются физически и сенсорно. И, соответственно, занимались с малышами с момента их рождения. И это очень важно, потому что на самом деле в первые 6 лет жизни у них формируется мозг. Я сегодня вам расскажу об этом немножко более подробно. Ну и, конечно, если мы этот момент ловим, успеваем его словить, то дальше ребенку намного проще обучаться. Он все делает легко. Ловит на лету, так сказать. И то, что я вижу на своих детях, им легко преодолевать любые сложности. Вот мы недавно спустились с двухкилометровых гор, на которые дети сами заползли в свои 5 и 7 лет. Ну и, соответственно, все это дает ребенку легче адаптироваться в коллективе, в социуме, общаться, реализовывать свои жизненные планы и свои таланты. Поэтому я искренне считаю, что это очень важно. Я думаю, что все родители хотят, чтобы детки реализовались хорошо. И как это совместить с легким родительством, естественно, с эффективным детством, зная, когда и что развивается. Так, вижу, вижу, вижу. Пишите возраст деток, трое деток, класс, 2 и 3 года. Могутыка, страна, отлично. Пишите возраст детей, город, страну и так далее. Не стесняйтесь. Сегодня у нас будет такой больше интерактив. Ну и, конечно же, немножко о занятиях в Англии, которые мы проходили. Все это базируется на методах природного развития ребенка через нашу любовь, через правильную внутреннюю мотивацию, о которой я сегодня тоже буду рассказывать. Эмоциональная связь родителей-ребенок, который играет огромную роль. Потому что мы, как родители, можем вдохновить, дать ребенку направление в любом направлении. Да, и вектор движения, как надо двигаться. Приучить его и к самостоятельности, к тому, чтобы ребенок действительно любил процесс познания, любил вообще познавать мир, не был гаджетозависимым. Хотя, конечно, они должны понимать, как пользоваться гаджетами. Ну и нормально развивался с нормальным классным ярким детством. Поэтому не путайте раннее развитие. Это не то, что вы пытаетесь напичкать детей буквами, цифрами и сухими знаниями. Это все придет, если ваш ребенок будет с правильной стороны развиваться. То есть через физические действия, движения, сенсорный опыт и все остальное. И на самом деле яркое детство – это когда ребенок может познавать, исследовать, пробовать новое. То есть вовлекаться во все эти процессы – это действительно очень круто. Организуется это очень просто и легко. И вот мне хочется, чтобы вы понимали, что качественное родительство – оно легкое. То есть оно не должно идти через какие-то мегаусилия, борьбу с ребенком, какие-то моменты. Да, первый год жизни он такой более энерготрудозатратный, потому что детки требуют много нашего внимания. Но если вы правильно развивали ребенка, то первые полтора года, и после этого он уже самостоятельный и может дать вам немножко больше свободы и развиваться нормально. Важно, что, например, в тех же мировых школах, которые существуют более 30 лет уже по всему миру, у них это все идет через игру, потому что все дети играют через правильную физиологию, понимая, на каком этапе развиваются какие этапы мозга, что нужно давать ребенку, какие навыки двигательные он должен отработать, чтобы вовремя переворачиваться, ползти, ходить, и чтобы не было задержек в развитии. Потому что очень часто у современных детей есть определенные сложности, которые, допуская какие-то промахи, ребенок потом не отрабатывает. И у вас было предварительных три эфира, в которых кратко я тоже рассказывала об этом, поэтому если вы их еще не смотрели, тоже можете подключаться в личных сообщениях. Просто напишите двоечку, вам отправят бесплатные эфиры. Сегодня мы углубимся в этот вопрос, поэтому сегодня будет тоже очень много полезного. Будем разбираться с тем, что делать, какие направления физического развития, раннее развитие, это не о том, как напичкать ребенка, заставить, заставить невозможно ребенка. Не о том, как у него отобрать детство, а о том, как, наоборот, ему подарить это детство и вовлечь. Потому что еще многие дети, например, если их не мотивировать правильно, если не давать им возможности для формирования этой внутренней мотивации, то они не развивают свой потенциал, они не любят преодолевать сложности, не двигаются, у них растет вес, но не растет, например, там, сила мышцы, сила тела. И это приводит к определенным задержкам в том, когда они могут двигаться нормально. Все хотят, не все успевают, поэтому сегодня будем разбираться с важными вопросами, потому что, на самом деле, в рамках этого проекта более 150 самых крутых авторов. Я уже лично это изучаю около 10 лет, прохожу практики в мировых школах и сегодня буду этим делиться. В общем, кратко о проекте, да, вы можете почитать более детально на YouTube-канале, посмотреть канал «Все дети гении» на Facebook и на сайте AntonioPro есть практика, то есть конкретные готовые упражнения, которые вы можете проходить, если вы захотите, вы всегда можете присоединяться. Сегодня мы будем разбираться с направлениями, что давать, я вам буду показывать определенные важные вещи, на которые сегодня вы уже можете обращать внимание. Итак, разберемся нейрофизиология, развитие мозга и тела, что нужно, чтобы развивать ребенка гармонично, без перекосов, когда одно направление мы не забываем, а все остальные направления, опять же, пропускаются. Эмоциональная связь родителей-ребенок, как ее создавать, почему она важна и почему на базе нее будет создаваться все остальное в жизни вашего ребенка. Что мы чаще всего упускаем, какие ошибки приводят к тому, что ребенок затормаживает свой процесс природного развития, который, в принципе, прописан природой, знаете вы о нем или нет. Как отличить природное развитие от спешки и от форсирования событий, конечно же, чего не нужно делать. Так, дорогие мамы, смотрите, не пишите сюда два в комментариях, потому что в личку надо написать. Здесь просто мы вам не сможем напрямую отправить эту ссылочку, там должны быть кликабельные ссылки, поэтому в личку аккаунт и вам отправят. Значит, давайте кратко, о чем речь вообще. Развитие ребенка в первые годы жизни, особенно в первый год, да, первые 6 лет, но первый год играет самую большую роль, самая стремительная, такого рывка в развитии сенсорных систем, тела, движений, всего остального не будет никогда, да, то есть то, как формируется мозг, это сейчас происходит очень быстро. Соответственно, если вы этот момент не упускаете и даете ребенку на каждом этапе нужные навыки, то ему дальше будет проще обучаться, он будет более скоординированным, ему будет легче общаться, он будет более уверенный, ему легче адаптироваться будет в коллективе, да, то есть это все в комплексе дает ребенку больше уверенности, он растет умным, уверенным, сильным, смелым. Все это делается при поддержке родителей, то есть ваше интуитивное материнство, ваше любое, ваше чувство к ребенку, да, ваш вектор, который вы ему даете, вы просто обладаете огромными возможностями, огромными ресурсами. Вы можете учить ребенка нормально развивать самостоятельность, навыки того, как он будет кушать, одеваться и так далее. Вы можете ему помогать создавать эмоциональную связь с вами, а также понимать свои эмоции, контролировать их, далее включается социальное развитие, когда он общается с другими, и, конечно же, духовно-нравственное. Если вы какие-то моменты упускаете, то, опять же, да, формируясь поэтапно, ребенок пропускает какие-то моменты, да, и вот в том же формате развития мозга. Могут быть сложности в развитии общем, развитии речи, это, кстати, очень серьезная проблема на сегодняшний день. Концентрация внимания, что влияет на то, как ребенок, по сути, будет обучаться, да, плохо и сложно обучаться, снижается уверенность, что я могу, да, плохо, тяжело идет процесс обучения, и родители постоянно воюют с ребенком, который якобы ленивый, а на самом деле он не ленивый, у него просто не отработаны базовые вещи, которые должны были быть отработаны в первый год жизни в большей мере, потом до трех лет, тоже такой рывок, и потом до шести. То есть фактически сейчас, имея маленьких детей на руках, у вас самые большие возможности, чем меньше ребенок, тем больше возможностей у ребенка. Поэтому то, что важно, что ничего просто так не происходит с ним, мы не выкладываем его на живот, мы не мотивируем, мы не кладем ему правильное пространство, мы ему не даем правильную эмоцию, то ребенок нормально и полноценно получать этот весь опыт не может. То есть в любом случае мы должны эти этапы проходить нормально, поэтапно, да, и через свою любовь давать определенные вещи вовремя, потому что иначе потом происходят такие штуки, как нейрокоррекции. Так, почему-то не вижу, вот тут, да, сейчас перезагрузится эфир в инстаграме. То есть потом происходят такие штуки, как нейрокоррекции, да, двигательные коррекции, когда что-то пошло уже не так, и ребенку нужно как-то наверстать эту ситуацию и вернуть ее в свое русло. Уверенный и целеустремленный человек действительно развивается с маленького возраста. Первый этап целеустремленности формируется в первый месяц жизни. Будут и следующие этапы, но в любом случае первый этап происходит на первом месяце. В общем, суть в том, что ребенку нужно много повторений, через повторение он учится делать новые вещи и ориентируется на получилось либо не получилось. И тут даже каждая минуточка играет огромную роль. То есть выкладывая ребенка на минуту на живот, мы думаем, что ну что это дает. На самом деле, когда это все в комплексе набирается, тренировка вестибулярки, тренировка ручек, мануальных навыков, тренировка подвижности, все это в комплексе дает комплексную нормальную картинку, которая играет огромную роль. То есть все раннее развитие, оно составляется из комплекса. Значит, что важно помнить, что в первые 6 лет жизни идет активное формирование этапов мозга, нейронных связей. Проходит ребенок 7 стадий развития мозга за этот период времени, и дальше переходит под действие коры головного мозга на всю последующую жизнь. И фактически тот фундамент, который вы заложили, будет базой для следующих настроек в будущем. Развивается вестибулярный аппарат, вместе с ним все органы чувств. Первые 6 лет жизни самое быстрое, легкое, эффективное освоение навыков и знаний, потому что ребенок в этот момент просто как губка впитывает все подряд. Это фундамент для правильного, хорошего здоровья, чтобы ребенок меньше болел, чтобы был более крепенький. Это формирование правильных привычек и мотивации внутренней, потому что каждый из нас действует по действиям внутренней мотивации. Когда мы хотим что-то сделать, у нас есть такое, как желание добиться в этом направлении чего-то, и нам нравится эта тематика, то, естественно, мы будем добиваться в этом большего. Если нет этой мотивации внутренней и нас заставляют, то нам этого не хочется делать. Далее, это важно, потому что ребенка мы приучаем к спорту и к тому, чтобы он в дальнейшем имел эту привычку нормального здорового образа жизни. Координация движений, способность к другим видам спорта, легкость в своем теле. Это все о самопрезентации, о легкости, когда ваш ребенок что-то кому-то доносит, какую-то мысль или на работе, или там аудитории, или даже мужу-жене. То есть это все о коммуникации между собой, о способности к процессу обучения. И, собственно говоря, все это влияет на то, как ребенок потом адаптируется в жизни в любимом своем таланте, или в сильной стороне, или в гениальности, называйте, как хотите, кому как нравится. Важно, что в этот период закладывается активная жизненная позиция, формируется ответственность и концентрация внимания. И, собственно говоря, то, как ребенок будет потом действовать, делать какие-то дела, самостоятельно кушать, ходить в туалет, самостоятельно одеваться и все остальное. Это тоже базируется на том, насколько вы развивали его физически. Потому что, смотрите, чтобы одеться, нужно хорошо управлять руками. То есть должна произойти интеграция рефлекса. Вот сейчас тоже покажу вам, что это такое. И мозг должен хорошо управлять телом. То есть если у вас ребенок не кушает в 10 месяцев, то, скорее всего, вы не давали ему возможность с 6 месяцев держать нибблер, управлять ложечками, не тренировали его мануальные навыки, не отрабатывали хватательный рефлекс. И это затягивает тот момент, когда он начинает делать что-то самостоятельно. Далее. Тренировки, которые, опять же, вы можете проводить с ребенком, они дают социальную адаптацию нормальную. Потому что по опыту мировых школ уже было за 30 лет выявлено, что дети, которые вот таким образом развиваются, у них много физической, сенсорной активности, они потом легче адаптируются в коллективе. Они более доброжелательно относятся к другим деткам. Они придумывают какие-то идеи. Давай то, давай это, я умею такое, давай поиграем в такую игру. Ну и, соответственно, им легче потом адаптироваться в коллективе. Они проявляют чаще лидерские качества. Поэтому все. Это такое классное направление для каждого ребенка. И тем более у каждого из них есть такой потенциал. Помним про всестороннее развитие. Напишите плюсики, кто помнит, что такое всестороннее развитие. Тут важно не делать перекосом. Ну и, естественно, первое, что мы делаем на базе нашей эмоциональной связи с ребенком, мы помогаем ему формировать доверие к миру. Когда он плачет, мы отвечаем на его потребности. Мы там можем посопереживать, взять на ручки. И, кстати, у кого дети кричат, когда вы откладываете их куда-то на кровать, на коляску, ставьте тоже плюсики. Потому что очень многие родители думают, что это там капризы, манипуляции и так далее. На самом деле это базовая потребность ребенка до года находиться в телесном контакте вместе с вами. Поэтому он так себя ведет. И, соответственно, как только вы взяли его на ручки, там все хорошо, все классно, вы вместе, рядышком, и ребенок чувствует себя комфортно. Далее. Следующее важное направление – это, конечно же, физическое развитие. Потому что ребенок именно через физическое развитие отрабатывает все эти движения, начинает чувствовать свое тело, управлять им, учится ползать, ходить, бегать, прыгать. И это такие важные этапы, которые он должен отработать до школы. В принципе, в среднем с 10 месяцев до полутора лет дети отрабатывают очень хорошо навыки хождения. У меня дети, например, поползли на животе в 5 месяцев, в 6 на 4-инках, и в 10 начали ходить самостоятельно. То есть нельзя их водить за руки, тоже об этом сегодня вам расскажу. И, соответственно, дальше следующие этапы у них тоже шли, соответственно. Так, плюс, 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 вижу. Отлично. Следующее направление – это самостоятельность, и она начинается в 6 месяцев. Даже когда-то написала пост у себя на страничке, и одна мама удивилась, какая самостоятельность в 6 месяцев, он же даже не сидит, и не ползает. Ну, во-первых, сегодня тоже поговорим про этапы, когда он должен сидеть, и когда он должен ползать. А во-вторых, на самом деле, да, многие родители не понимают, насколько рано все это развивается, и насколько легко это все приходит ребенку, если вы даете ему эти возможности в раннем возрасте. В 6 месяцев он получает ложечку в руки, вместе с прикормом начинают управлять ручками. Далее вы меняете формат одевания ребенка, не зеркально на пеленальном столике. Как только он сам сел, вы уже переодеваете его, когда вы садите его себе спиной на ручки, и он уже начинает привыкать к тому, как он будет одеваться сам, когда у него уже начнут нормально работать руки, и он сможет ими управлять. Потому что первые 2,5-3 месяца ребенок, хватая, он не может осознанно отпустить. То есть он хватает и отпускает неосознанно, потому что происходят рефлекторные движения. Ну и потом уже, когда ему будет больше по возрасту, 3 месяца плюс, если вы тренировали мануальные навыки, это уже будет осознанно схватил и осознанно отпустил. Первые 3-6 месяцев ребенок в огромном количестве под действием в рефлексах, да, и даже там рефлекс ползания, который есть у ребенка с момента рождения, все это есть, это все можно развивать. Далее, развиваем потихонечку маленькими порциями интеллект, но это опять же, да, такая вещь, которую нужно давать порционно, по минуте, по две, и через физический опыт, то есть чтобы ребенок много двигался, потому что на самом деле ребенок, он максимально быстро и эффективно развивается только в том случае, если у него есть физический опыт, то есть образно он взял эту книгу, пожевал, постучал, перевернул страничку, пощупал, попробовал на вкус, тогда он запомнит быстрее, легче и эффективнее, чем если вы просто ему показываете, знаете, карточки Глана Дома, она показала, еще показала, и пытаемся дать ребенку очень много сухих знаний, при этом усаживаем и обездвиживаем. Движение – это развитие мозга, движение – это развитие интеллекта ребенка. Чем больше правильной подвижности, тем быстрее развивается ваш ребенок. Поэтому помните, не обездвиживайте детей пеленанием, колясками, манежами, там, всякими штуками, которые не дают ему нормально двигаться. И ребенок, в принципе, он бунтует против этого, да, когда мы кладем его в коляску, или когда мы пытаемся замотать, запеленать, засунуть в комбинезон, надеть памперс. То есть ребенок подсознательно чувствует, что ему это и не нужно. Вот пишите, кто в этих направлениях развивает деток, мне интересно просто, какие, можете написать первый, второй, третий, четвертый пункт, например, да, или там первый, третий, ну, в общем, кто какие направления развивает. И помните, что дальше будет еще развитие духовно-нравственное, да, это что такое хорошо, что такое плохо, доброта и все остальные моменты. И социализация, когда ваш ребенок пойдет в садик, да, и наша задача до садика его подготовить максимально круто, чтобы он чувствовал себя уверенно и свободно и спокойно. Значит, касательно фундамента, все время показываю вам эту картинку, потому что для меня она такая понятная, показательная. Вот в зависимости от того, какой фундамент вы заложите в первый год, в первые три года, в первые шесть лет, вот до шести лет у вас есть это время, но самый резкий рывок в первый год жизни, потому что больше половины мозга сформируется у ребенка в первый год жизни. Мозга того, которым он будет пользоваться всю последующую жизнь. То есть этот период, он очень такой ответственный. Так вот, от того, насколько качественно вы проработаете этот фундамент, какой он будет, или там три кирпича, или сто кирпичей красиво сложенных, ну, образно говоря, да, от вот этого фундамента будет зависеть, сколько этажей человек сможет надстроить потом, да, когда он идет в школу, обучается и так далее. Вот, то есть если хороший фундамент, нет лимитов, ребенок развивает свои гениальности, таланты до уровня, когда он может действительно себя комфортно чувствовать. Если ничего там не делали, ну, окей, что-то такое средненькое получится, какой-то домик он построит там плюс-минус, да, на грани того, насколько он может. И если были какие-то там психологические моменты, обездвиживание, например, там в детских домах у детей не хватает сенсорного и физического опыта, они банально не могут ползать по полу, исследовать это все, да, их образно посадили в колясо, в кроватки, и вот они там проводят большую часть времени. Там психологические какие-то там давления, травмы, насилие физическое или психологическое, то, естественно, это такая вот покосившаяся конструкция, и тут, конечно, вопрос-то в том, что у детей происходят изменения, даже вот в процессе формирования мозга, да, если у ребенка первые два года было недостаточное количество сенсорного и двигательного опыта, то в голове у ребенка происходят изменения, которые уже неисправимы частично, да, то есть ребенку все время будет сложно делать определенные вещи, то есть это будет усложнять, утяжелять определенные процессы. Ну, я говорю сейчас в частности про деток, которые, к сожалению, в детдомах недополучают то, что нужно им, то, что необходимо с этой точки зрения. Далее, развитие мозга. Мозг ребенка проходит 7 стадий с момента рождения и до 6-летнего возраста приблизительно. На каждом этапе есть определенные вещи, которые нужно отработать, да, чтобы вот этот этаж развития был хорошо закрыт, потому что если что-то мы недоотрабатываем, то следующие этажи тоже страдают. То есть, образно говоря, если вы не занимались ранее ребенком, то обязательно нужно дорабатывать, скажем, те моменты, которые были недоработаны ранее. Можем ли мы полностью доработать на 100%, полностью все, как бы, вернуться и переделать мы не можем, но какие-то вещи мы можем дорабатывать, догонять, да, в зависимости от возраста ребенка определенные вещи проходят. То есть, вот таким образом выглядят этапы развития мозга ребенка. И вот на этой картиночке красное – это то, что формируется за первый год жизни. То есть, представляете, насколько много у ребенка будет сформировано мозга за этот период времени, и насколько важен этот период. И вот те, кто говорят, что время не идет, никуда не бегите, ничего не делайте, никуда не спешите, они не правы. Вы просто берете и смотрите на часы, и понимаете, что стрелочка крутится, каждую секунду она крутится, и каждую секунду в голове вашего ребенка формируется огромное количество нейронных связей. И вот качество этих нейронных связей, какие они будут, что будет сформировано, какие будут привычки у ребенка, оно зависит конкретно от наших с вами действий, да, от того, насколько он много двигается, насколько он много воспринимает через слух, через зрение, насколько оно развивается, да, насколько у него есть тактильные опыты и многие другие штуки. То есть, вот эти вот вещи, они играют роль, и они действительно важны. Вот если на этой картинке сравнить первую картинку и то, как выглядит ребенок в момент рождения, и как быстро формируется его мозг, то вы видите, что самый резкий рывок идет в возрасте от нуля, от рождения до года. Так, делаю малышу самомассаж, зарядку, такая не читаю сказки, отлично. Нужно еще развивать вестибулярку, нужно еще тренировать мануальные навыки, потому что от них зависит еда, от них зависит речь, письмо, мелкая моторика, одевание и все остальное. Ну и, конечно же, от вестибулярки зависят полностью все органы чувств, то, как он будет воспринимать. Есть люди, которые быстро ловят на лицо, есть люди, которые, о, пока допонял, пока дошло, пока обработал, уже все другое что-то делают, а ты еще там первое что-то. Значит, вот с такой огромной скоростью формируются нейронные связи в голове ребенка с нуля до пяти лет. В пять лет все, что было сформировано, вот, кстати, интересно, что в пять лет у ребенка у вашего будет в три раза больше нейронных связей, чем у вас. Соответственно, в пять лет идет чистка мозга, те нейронные связи, которые не нужны, они просто будут удалены. И вот весь опыт, который получил ваш ребенок за этот период времени, это его багаж. Вот то, что я говорила, да, что в интернете в несколько раз меньше нейронных связей, чем у вас в голове. Да, и в интернете в десять раз меньше нейронных связей, чем в голове вашего ребенка, а у ребенка в три раза больше, чем у вас. То есть огромное количество соединений, связей, мостиков, синапсов, как хотите, так и называйте. В общем, между нейрончиками проходят такие связи. И чем чаще повторяется одна и та же связь, тем более плотная и толстая она становится. То есть чем больше правильных повторений, тем быстрее ребенок отрабатывает навык. Банально, чтобы научиться ползти, ему нужно сделать, ну, просто вот образно называют цифру, да, например, десять тысяч повторений, прилег, поднялся, прилег, поднялся, прилег, поднялся. И вот эти повторения, они формируют эту нейронную связь, да, один раз повторила на тоненькое, два раза, толще, 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 толще. И наша задача самыми толстыми сделать самые важные такие нейронные связи, самые важные навыки в движениях, в языке, в восприятии, в органах чувств, во всем. Потому что то, что самое толстое, после чистки мозга в пять лет, оно останется на всю последующую жизнь. Все. Это база, это фундамент, это основа, на которую ребенок будет делать все остальное, все остальные настройки. И вот, ну, опять же, да, на картинке, как это происходит. Так, сейчас смотрю, как это происходит. Много повторений, повторения, повторения. Это уже не просто нейронная связь, это уже такая дорога, трасса нейронная. Ваша задача, чтобы до шести лет у вашего ребенка все эти нейронные трассы, самые важные, были проработаны. Потому что иначе ребенку сложно сидеть, он не концентрируется, он там ерзает, он баланс не может словить, ему сложно слышать учителя, сложно выполнять задания. И пошло, да, неуспеваемость, самооценка падает, я там неудачник, у меня не выходят, на меня кричат родители, заставляют. И мы с вами в период карантина четко увидели, что было огромное количество детей, которым очень сложно учиться дома с родителями, да, и это просто целая война была, целая трагедия для детей, дистанционное обучение. Поэтому тут важно. Записали на массаж, когда ребенку будет 5 месяцев, не поздно ли, может, стоит поискать платных спецов. Вам нужно каждый день заниматься вашим ребенком 5 минут, 2 минуты, 3 минуты. Вот понимаете, одна из самых больших проблем родителей, они думают, что можно приложить ответственность на кого-то, на педиатра, на массажиста, на тренера, на садик, на школу, да, отдать, и вот оно как бы как-то там решится. Нет, это работа каждодневная по одной минуте. Например, вестибулярка тренируется 2 минуты. Много ли это 2 минуты? Это немного. Но понимая, сколько потом проблем от неотработанной вестибулярки, лично я, зная это все, я вообще не ленилась делать, хотя, ну, все мамы нормальные, они могут быть не в ресурсе, им сложно и так далее. Но просто проблема многих, что они не понимают, что бездействие приводит к последствиям. Поэтому нет, вам не ждать, естественно, 5 месяцев, вам каждый день делать по 10 минут массажа, по 2 минуты вестибулярки, по 3 минуты, например, подвижности, выкладывать ребенка на живот. Я сейчас вам буду практику давать, чтобы вы понимали, о чем речь. А тренировать хватательный рефлекс, тренировать мануальные навыки, это все повлияет на все дальнейшее, то, что происходит с ребенком. Да, я надеюсь, что запись будет и получится, потому что, видите, иногда Инстаграм как-то выкидывает из связи, но тем не менее, если что, переподключайтесь. Значит, теперь интеграция рефлексов. Что это? Кто знает, что такое интеграция рефлексов, ставьте плюсики. Это такая штука, которая помогает мозгу управлять телом. Я очень сильно вам все упрощаю, думаю, что вы понимаете, что все намного сложнее, но вы должны хотя бы приблизительно, схематически понимать, что происходит с вашим ребенком, ну и, в принципе, с взрослыми с нами. Так вот, чем больше у ребенка правильных связей между мозгом и телом, тем лучше. Глазные мышцы, то, как ребенок фокусируется на чтении, на доске, которая там учитель пишет, да, там, на письме, это же все зависит от ближнего зрения, дальнего зрения, от того, насколько мышцы, опять же, мозг контролирует все мышцы тела, да, и мозг контролирует те же глазные мышцы, как ты фокусируешься, как ты читаешь, у тебя перескакивают глазки между строчками, или ты нормально сфокусировался, нормально там, мог себе, смог себе прочитать то, что необходимо. А тело наше управляется чьим мозгом, мозг посылает сигналы, мы там машем руками, мы делаем определенные действия, мы координируем свои движения и все остальное. То есть, образно говоря, ваша задача с ребенком первого года жизни очень много развиваться, заниматься по коротким подходам, минута, две, три, то есть подходы не длинные, но при этом вы помогаете ему определить, где какая часть тела, как управлять руками, как ногами. Он же до трех месяцев, ну плюс-минус, он не понимает, где какая часть тела, как этим телом управлять, где нога, где рука, и там такое открытие, опа, это моя рука, я могу ей управлять. Представляете, это как аватары, это настолько увлекательно, то есть то, как ребенок в принципе учится и осваивает свое тело. То есть это формирует уверенность. Вот те, кто пишет, как развивать уверенного ребенка, подвижность, опыт, повторение, физические тренировки, которые дают ему чувство своего тела. И вот этого зависит, он будет такой робкий, скромный, там, да, какой-то такой стеснительный, или ребенок будет свободный, нормально двигаться, у него не будет каких-то моментов, там, что что-то идет не так и так далее. Дальше. Ну, опять же, да, немножко тоже о нейронных связях, о интеграции рефлексов. То есть, ну, визуально, как бы вам, вот, схематично, визуально, плюс-минус вы должны это уже как-то воспринимать, понимать и принимать. Хотя на самом деле все действительно намного более сложно, чем схематически это все нарисовано, но тем не менее. Четыре с половиной месяцев, сам переворачивается, на живот немного лежит, начинает кричать, плакать, пытается ползти, но не получается как увлечь, чтобы не кричал. Первое. Давать ребенку правильные тренировки. Понимаете, если вы не даете ребенку отрабатывать правильные тренировки, то фактически у него нет возможности научиться управлять своим телом. То есть, если вы хотите, вы всегда можете присоединяться к практике, если вы не понимаете, когда что развивается, если вы боитесь пропустить какие-то важные этапы, вы можете пройти дальше с нами на уже углубленную практику, на которой на каждом месяце жизни есть определенные вещи, которые важно отработать, чтобы потом не было у ребенка задержек в развитии. То есть, я сейчас вам буду давать три основных направления, что важно, что можно делать, и каждое из этих направлений важно давать ребенку, чтобы он в комплексе уже управлялся и действовал. Если мы не интегрировали рефлексы, то есть, образно, плохо протягиваются ниточки, их мало, там где-то что-то не соединилось, опять же, да, то у ребенка могут быть сложности чтения, неряшливость, когда кушает, неуклюжесть, ребенок, который там очень часто падает, да, медлительность, плохой почерк, плохо там пишет, у него там нажимаются определенные группы мышц, могут быть вопросы с поведением, импульсивный или там, наоборот, стеснительный, проблемы с речью, а проблемы с речью очень много, большого количества детей. Полтора-два года ребенок уже может говорить фразовой речью, фразовой, мама, хочу кушать, пойдем гулять на улицу, да, а дети даже там некоторые просто там слова перебирают в этом возрасте и все. То есть эти моменты, они очень-очень важны, то есть не ждите, пока начинаются проблемы, потому что не занимаясь ребенком, мы в любом случае попадаем в проблемы. А компенсировать и исправить эти проблемы сложнее, чем сделать все правильно сначала. То есть для того, чтобы исправить, надо в два раза больше сил, времени, денег, ресурсов, нервов, да, поэтому не ждите, просто сразу делайте эти моменты, чтобы не было моментов. Дальше этим уже занимается кинезиология развития. Кто слышал такое, ставьте плюсики, это уже когда, опять же, да, работают те же движения, которые ребенок по-человечески должен был отработать нормально в детстве, берут взрослых людей и с ними делают эти движения, потому что должна сформироваться эта самая нейронная связь, да, и ребенок должен отработать. То есть самое простое, это не ждать там сколько-то лет, ждать проблему, а потом пытаться откорректировать. Да, там сложности с осанкой, качество жизни, потому что человек, которому там некомфортно в своем теле, да, он там все время чувствует себя как-то не так, ему сложнее делать определенные задачи ежедневные, у него мало сил, такая, знаете, вот состояние такое, нету бодрости, чувство не как у себя дома, да, то есть ты не можешь управлять легко. У детей могут быть киберактивность, например, да, это тоже проблема. Дальше, неинтеграция, неполноценная нормальная интеграция рефлексов. Могут быть моменты с фобиями, контролем реакции, эмоции, да, не может себя, скажем так, взять в руки и других людей поддержать. То есть вот эти все моменты важны. Для того, чтобы нормально и эффективно проходить все этапы, также мы должны помнить сенситивные периоды развития ребенка, да, в какой-то периоду ребенка развивается максимально быстро определенный навык. Если в этот период времени вы даете ребенку практику в этом направлении, то есть проходите этот период правильно, то фактически ребенок максимально быстро и эффективно это все схватывает. Если мы тут не прошли и затягиваем туда, вот здесь вот уже придется потратить намного больше времени, сил и энергии, да, чтобы это опять же все отработать. Поэтому тут важно, чтобы в правильном времени, в правильном возрасте правильные вещи делать. То есть если говорить глобально, да, наша задача за первые 6 лет жизни – это дать возможность ребенку построить этот фундамент, на базе которого он сможет сделать огромное количество надстроек и развивать свои таланты так, как ему хочется и так, как ему нужно. Потому что наша задача финальная – помочь ребенку найти его талант. Не наш талант не реализовать свои планы на ребенке, свои на себе реализовать, а конкретно найти талант ребенка и помочь ему его развивать. Вот если кратко по поводу формата обучения в школе, вот если у ребенка есть хорошо отработанная база, основа, подводная часть айсберга, то весь процесс обучения сверху он будет проходить легко. Если подводная часть айсберга не отработана, вот тогда начинаются проблемы. Ребенку толкают в голову стихи, буквы, цифры, а оно не лезет, оно не запоминается, нету концентрации, и ребенок тратит невероятное количество сил, энергии, родителей, нервов и всего остального. Поэтому то, что подводная часть айсберга – это движение, это ощущение, это равновесие, это речь, это саморегуляция, эмоции, эмоциональный интеллект, развитие органов чувств, через которые мы с вами воспринимаем все в этом мире. Ну и все это дает ребенку легкий процесс обучения. То, что вы должны помнить для детей маленького возраста, что есть такая штука, как serve and return interaction, когда вы взаимодействуете с ребенком, и вот эти взаимодействия должны начинаться с маленького возраста. Улыбнулись, как-то сделали пикабу или ку-ку, поиграли, поговорили с ребенком, взаимодействовали. Он должен чувствовать эмоциональную связь с вами. Если этой эмоциональной связи нет, если вы не так отвечаете на его потребности, вот эта базовая вещь, она не закрывается. И фактически ребенок не может дальше развиваться нормально. Поэтому положить ребенка на крутой коврик или на какой-то пеленатор, или качалку, или отдать массажисту и думать, что все окей, это не работает. Ваш ребенок будет кричать, вас звать. Вот сколько раз на массажи принесли ребенка, а ребенок истерически орет. Потому что он или время ему неправильное подобрали, хочет спать, есть, или еще что-то. Или просто он переживает, что он, скажем, в разлуке с мамой и не в контакте с мамой. Поэтому ваше участие в жизни ребенка просто обязательное. Теперь по поводу частых ошибок, и будем переходить к практике. Первое. Минимизируйте все ограничители подвижности. Ребенок должен двигаться, он должен свободно себя чувствовать, развивать свою подвижность. То есть манежи долой, да, потому что когда вы ставите манеж, ребенок не ползает, а он подтягивается и становится на ноги. А это плохо. Сейчас буду рассказывать вам об этом. Важно двигаться. Правильная поверхность в правильном возрасте. То есть если это ребенок маленький, у него там коврики для тренировок. Напишите, кстати, у кого есть коврики для тренировок для детей. Это просто коврик, метр восемьдесят на два метра, на котором ребенок тренируется. Далее, это уже краткошерстные коврики, да, это смена одежды. Если одежда неправильная, у ребенка либо разъезжаются ноги, либо он начинает делать самолетики, да, потому что нету практики, там, поднятия на четвереньки и так далее. То есть очень много разных моментов, которые происходят из-за того, что у ребенка неправильная поверхность, одежда, мотивация, поддержка вашим и так далее. Если ребенок не движется, он затормаживает свое развитие. Поэтому не делайте ошибок, которые тормозят развитие мозга и тела вашего ребенка. У ребенка не должно быть закрытых рук, запеленать его не нужно, да, не нужно его там толкать в коляску, в которую, если он может находиться не в коляске, например, да, если ребенок уже там ходит, его нельзя возить в коляске, потому что он обездвиживается в этом процессе, да, то есть это все неположительно влияет. И получается, что два ребенка рождаются с огромным количеством возможностей, а другой нет. Вот вам и разница в развитии, да. Один как бы идет по природному плану, а другой просто отстает, потому что у него не было этих возможностей. Поэтому, естественно, занимайтесь этими направлениями, сейчас будем разбираться с какими. А что обычно мы упускаем? Так, коврик плюс, какой коврик? Какой есть коврик? Коврик для тренировки малышей. Обязательная штука для того, чтобы ребенок первые полгода на нем провел, на животе, вместе с вами, и дальше уже переходит он к тому, что он там ползает на животе и потом переходит на четвереньки. Что мы часто опускаем? Как развивается мозг, тело, органы, чувства ребенка? Как развивается целеустремленность? А это немаловажный момент, когда человек, даже очень умный, но у него нету там умения добиваться своих целей, то, опять же, он не может добиться ничего в своей жизни. Поэтому целеустремленность, уверенность, смелость, самостоятельность, хорошая самооценка, все это такой комплект, который необходим. Эмоциональная связь родитель-ребенок. Часто мы положили, забыли, не плачь, чтобы ты как-то сам полежал, как сделать, чтобы он не плакал, как сделать, чтобы он не сидел у меня на руках и так далее. И, конечно, формирование доверия к миру. То есть какие вопросы чаще всего задают родители первого года жизни? Как покормить, как уложить, сон, грудное вскармливание, прикорм, памперсы и все. Ну, то есть это какие-то такие, знаете, очень ограниченные понимания развития ребенка. То есть мы заботимся о его здоровье, но мы не заботимся о том, как развивается его мозг и тело, вообще, что с ним будет в будущем с этим ребенком. Это же не просто выкормить, да, ну, как бы и все, а конкретно давать эти все моменты. Значит, природное развитие – это когда ребенок сделал сам. Не когда вы его посадили, а он еще не умеет сидеть и ползать. Когда вы его поставили, держите за руки, а он еще нормально спину не подготовил к тому, чтобы фактически вертикализироваться. Самый главный принцип – мы не форсируем события, мы просто проходим природные этапы развития, мы даем возможности ребенку, а он возьмет все возможности и возьмет все эти необходимые навыки, которые фактически ему нужны на данном этапе. И вот кратко, да, сам сел, это вот так, как на этом видео, то есть не вы посадили ребенка, а он еще не умеет, а он пополз на четвереньках, полз-полз, и, как я люблю называть, сел на полупопе. Вот, то есть он сел на половину попы, посидел и пополз дальше. То есть вот это вот фактически сам сел. А теперь по поводу занятий, которые вы даете, по поводу вопросов. Ребенок лежит на животе и орет, ребенок не хочет что-то делать, я его заставляю, да. Помните, что когда ребенок плачет, кричит, у него происходит стресс, то есть если это происходит там не 3-5 минут, да, а там 10, 20, 30, 40 минут, и он постоянно у вас в стрессе от того, что вы на него не реагируете, заставляете его, например, там, сеанс массажа на час, да, и ребенок орет час, или там тренировка в бассейне на час, и ребенок орет у вас час. То есть вот такие вот штуки, они тоже формируют стресс, и вам надо по максимуму формировать не нейронные связи стресса, стресс, тревога, переживания и все остальное, а конкретно вам нужно учить ребенка, чтобы он развивал подвижность, был, чувствовал вашу поддержку рядом вы все время, да, ну и дальше, собственно говоря, развался нормально и эффективно. И это касается и старших детей, не заставляйте их делать что-то, только заигрываем, формируем внутреннюю мотивацию, без которой никуда, и тогда все получится. Теперь давайте немножечко о практике, да, о том, что, по сути, мы проходим с вами на практике, о том, что, естественно, проходили мои дети, потому что я самым своим близким людям хочу самое хорошее все, и я по всему миру все эти методики проходила, это методики природного развития талантов для детей, я вижу, насколько они круто развиваются, и это не только опыт мой с моими детьми, это фактически опыт 30-летнего, 30-летней деятельности этих мировых школ, которые существуют во всех странах практически, и это круто. Я вам всегда даю авторов, мне не жалко, проблема в другом, в том, что пока мы изучаем этих авторов, проходит лет 10, а это актуально только в первый год жизни. Поэтому даю авторов, пожалуйста, хотя бы прогуглите, если вы хотите больше разобраться, у каждого из них многотомники классных работ, трудов, которые действительно, они, это наследие, самое крутое наследие, которое могли нам оставить эти специалисты, это нейрофизиологи, педиатры, логопеды, психологи, это все специалисты, которые действительно сделали огромные труды в этом направлении. И, в общем, опять-таки, я это все положила в основу этого проекта, этого курса, вы можете к нему всегда присоединиться, присоединиться, и это очень важно с точки зрения психологии, с точки зрения нейрофизиологии. Сейчас скажу основные направления, на что обращаем внимание в физическом развитии. Но опять же, да, что происходит, если мы не знаем, пропускаем определенные моменты. Ребенок сложнее учиться в школе, а это, извините мне, на 11-12 лет, и это как бы стресс и для ребенка, понижение самооценки и сложности для родителей. Ребенку сложно защитить себя в коллективе, потому что уверенность, она формируется через физический опыт, через повторение, взлеты, падения, ошибки, вашу поддержку. Тяжело контролировать эмоции, и это тоже, кстати, проблема на сегодняшний день. Очень многие дети не понимают, что я чувствую злость, или какие-то расстройства или фрустрацию, как себя вести в случае, если я чувствую злость, нужно ли бить других, или нормально, можно как-то с ними договориться и так далее. То есть это влияет на поведение и на поведенческие моменты, с которыми мы живем с вами каждый день с ребенком. Далее, если мы пытаемся ребенка что-то там замотивировать, сделать, да, или заставить, мы всегда будем получать ответ «не буду, не хочу», особенно вот эти кризисы, да, кризис года, кризис двух лет и так далее. То есть вот тут тоже нужно понимать психологию и поведенческие вопросы. Не самостоятельность ребенка, а это тоже проблема, потому что самостоятельность – это не только то, что ваш ребенок сам ест, сам одевается и сам ходит на горшок, и вы свободная мама. Это в том числе и тот факт, да, что ребенок имеет хорошую самооценку, кто я в этом коллективе, кто я в этом социуме, насколько я важен, что я умею, какая моя ценность. То есть вот эти вот вещи, они важны. Мои дети с 10 месяцев сами кушают, все, о чем я говорю, вы можете смотреть и проверять на Ютубе, потому что некоторые говорят «как так?». На самом деле это все абсолютно легко, если вы понимаете и знаете, что вы делаете. А с полутора лет у каждого ребенка проявляется желание самостоятельно одеваться, если вы его правильно подготовили к этому процессу, то дальше он у вас будет в два года. С полутора до двух они отрабатывают эти навыки одевания, и два года он уже сам одевается. И я из той группы родителей, которые приучают детей к самостоятельному высаживанию на горшок, до года, да, но фактически ребенок, это называется «мама подловила», ребенок осознанно, головой понимает, что он хочет писать или какать полтора-два года не раньше. Но до этого вы можете его приучить к тому, что горшок – это не страшно, и тогда, в принципе, будет все намного проще. Ну, опять же, да, вот эта проблема, когда ребенок ничего не хочет, он там какой-то такой ленивый, ему ничего не интересно, инфантильный. Первый момент, да, нету привычки работать, и он выбирает самый простой метод – это выключиться в мультике, да, это сумасшедшая проблема, на самом деле, у детей сегодня, потому что ставя мультики, вы выключаете мозги ребенка, вы рассеиваете его внимание, делаете огромный вред дальнейшему формату фокусировки, внимания на выполнении более простых задач, например, чтение книги, скучной, в которой ничего не прыгает, ничего не моргает и не мигает. То есть вот эти вот вещи все в комплексе вы должны понимать, что вот такая штука, вот такая позиция вырабатывается, если ребенок не приучен находить себе какую-то деятельность, быть вовлеченным, быть заинтересованным в чем-то. Значит, далее. И, конечно же, поведение ребенка, которое потом в итоге нас очень сильно демотивирует. Все, что мы должны помнить, это то, что ребенок учится через игру, да, он любит играть настолько, что любой навык вы можете дать ему через игру. Я как раз вам на практике рассказываю об этом более детально, как мотивировать ребенка, вовлекать его во все эти процессы. То, что вы должны понимать, что по природному формату развития, природа ему заложила в голову, двигайся, щупай, трогай, грызи, пробуй на зуб, открывай, закрывай, стучи, ковыряйся в земле, да, там исследуй, все-все-все, и, соответственно, ребенок для него это максимально естественно и природно. Если вы пытаетесь как-то его притормозить, то он будет, соответственно, бунтовать. И, соответственно, через взаимосвязь родителей-ребенок это все происходит. Вот это основные направления физического развития. Сейчас я вам более как-то детально расскажу, сейчас посмотрю пару вопросиков, сейчас мы будем проходить с вам практические направления, что нужно делать. Так, малыш в 8 месяцев ползая левую ручку, иногда держит в кулачке, все остальное время пользуюсь обеими ручками, хорошо, прикладывается ручки в ручку, игрушки держит ложечку и открывает ладошки. Вы можете попробовать домашнее упражнение массажек, например, для ручки, расслабляющие всякие массажи. Плюс у ребенка может быть, да, вот у маленьких детей у них могут быть зажаты мышцы определенные. Иногда бывает, что, например, ребенок, ползя на животе, он там одной стороной отталкивается, второй нет, да, это с чем связано? Опять же, когда наш мозг учится понимать тело, он учится управлять полностью всеми мышцами тела. Например, эту он уже просчитал, и ребенок постоянно пользуется этой половиной тела, отталкивается ею. А вот с этой проблема, да, то есть он еще не просчитал, еще не произошла эта интеграция и так далее. И вот эти вот штуки, они могут быть где-то зажата мышца, где-то более расслаблена. Поэтому это все прорабатывается упражнениями, теми же перекрестными движениями, теми же вестибулярными упражнениями на перевороты, массажами. У нас, опять же, вся эта программа, она есть в практике, то есть вы можете всегда это прорабатывать. То есть это, ну, нормально, что у детей, у маленьких, такие штуки могут быть, их можно корректировать за счет вот этих вот всех программ. Да, попробую запись сохранить. Так, включить горшку. Это у вас уже года три, это уже старший ребенок. Опять же, да, значит, сейчас, зачем так рано проезжать к своему настоятельности и все остальное, успеют, расслабьтесь. Объясняю, зачем. Потому что, когда ребенок приучается в маленьком возрасте, он делает это через огромное удовольствие. Чем меньше ребенок, тем больше он впитывает это все. Еще раз повторюсь, возможно, кто не услышал, что самостоятельность равно уверенность и хорошая самооценка. То есть, грубо говоря, да, если ваш ребенок в раннем возрасте начинает управлять ложечкой, он понимает, что я могу управлять своим телом, я могу выбирать. И мы, например, даже те же отношения с едой формируем правильно. Потому что проблема в чем? Проблема в том, что многие родители пытаются натолкать ложками ребенка, он отворачивается, он бунтует, хочу, не хочу и так далее. Если ребенок вовлекается в этот процесс через внутреннюю мотивацию и умеет управлять своим телом, это совсем другая история. У него не происходит вот этих вот перекосов, когда мама кормит. У мамы единственная задача в жизни догнать, накормить, натолкать ребенка хоть какой-то едой. И у нее постоянный стресс на тему того, что он не ест, а я должна его догнать. То есть, когда вы формируете отношения с едой через самостоятельность. В 6 месяцев дали ребенку нибблер. Он себе сидит, крутит этот нибблер, учится, управляет руками. Класс! Он понимает, что я могу своими руками добыть классный вкус. Ага, есть еще какая-то еда, еще какая-то. У меня, например, дети уже в год перешли на общий стол. То есть, я, муж и дети, они кушают, значит, они уже, собственно говоря, выбирали еду, которая была там на столе. Это может быть вареное мясо, гречка, салатики. То есть, к салатам их приучали. То есть, это все дает ребенку ощущение того, кто я, что я могу, кто я в этом коллективе. Это осознанность ребенка. Это тот ребенок, который понимает, что вот я там люблю брокколи, например, я люблю что-то. Его мама пытается натолкать, а потом, знаете, какой следующий этап? Он рот не открывает, я ему мультики поставлю, да? Потому что мне надо любыми методами, все, это уже идет искривление вообще нормальных понимания того, что я хочу и что я не хочу. По поводу того, зачем вообще самостоятельность, расслабьтесь. Вот вы расслабитесь в той ситуации, если ваш ребенок будет самостоятельно себя кормить, одевать и так далее. А дети, которые этого не делают, они чувствуют себя зависимыми. И это, знаете, гиперопека, которая не помогает развиваться личности. Опять же, ваш ребенок, он выходит в большой мир, в садике или максимум в школе, и он должен научиться справляться с теми сложностями, которые там есть. Он должен научиться справляться с тем, как ему одеться, поесть и все остальное. И один ребенок, который абсолютно легко, потому что ему интересно, потому что так природа прописала, он это все осваивает с огромным удовольствием, через вашу любовь, через интерес. Он это все отработал, и у меня, например, уже в два года дети полностью самостоятельно одевались, ели, ходили на горшок. А второй ребенок это не отработал. И вот он идет в садик, а там 30 детей, и воспитатель не может ему уделить столько времени, сколько мама. И у ребенка что происходит? Стресс. Я не могу одеться, я не могу собраться, я не могу поесть или еще что-то. Я не могу сказать, чего я хочу. И этот ребенок, чувствуя стресс, у него что происходит? Показывала он только что, у него формируются нейронные связи, стресс, тревога, блоки. То есть это не только о самостоятельности, это не только вопрос о том, что вы свободная мама. Это о самооценке и нормальном восприятии себя вашего ребенка. Есть дети робкие, которые не верят в себя, и говорят потом, мама, ты меня одевай, мама, ты меня собирай и так далее, корми. Почему? Да потому что он в себя не верит. Он понимает, что только вы дадите правильное решение. И вот такая гиперопека, я назову ее медвежьей услугой, потому что потом ребенок не отрабатывает эти все навыки. А это очень легко делается. Да, может быть такая ситуация, что родитель не уделял этому времени, ну просто не знал, банально. Все мы можем чего-то не знать, и это нормально. Тогда нужно давать ребенку отрабатывать эти навыки. Это крайне важно, потому что, ну вот, если вы посмотрите даже на детской площадке, есть дети, которые уверенные, есть дети, которые робкие всего, боятся, от мамы не отходят. И вот вам вопрос, зачем куда-то спешить, расслабьтесь. Расслабитесь, когда ваш ребенок будет классно развит, когда ему все легко дается, когда вы кайфуете от того, что у него все это получается. И самое прикольное, что чем младше он, тем легче эти все привычки заходят. А потом начинается, надо приучить горшку, я же там расслаблялась, надо приучить горшку. А не хочет? Не садится? Убегает? А почему? А потому что уже в год у ребенка есть такой кризис, когда он понимает, что я отдельный человек, я могу делать так, как я хочу. Если до года ваш ребенок с удовольствием за вами все повторял, посмотрите на 6-месячных детей. Они уже там исследуют полки, что делает мама. Самая крутая игрушка, это там какая-то ложка, черпак, которым мама пользуется, а не там какая-то модная игрушка, которую вы купили. То есть, если вы понимаете природный формат развития ребенка, вам намного проще. Поэтому вот зачем это делать. Не для того, чтобы быстрее и быстрее, а для того, чтобы ваш ребенок легко это все воспринимал. Годы 3. На старшем курсе есть урок, как приучать ребенка к горшку. Там около 30 минут, поэтому я просто физически вам сейчас его не успею рассказать. Любит переворачиваться на живот с одной и другой стороны, но долго не лежит, начинает капризничать, поднимает по уму ручкам. Смотрите, первое. В младшем курсе есть такой модуль, который называется «Время животика». Там около 6 уроков, в котором мы анализируем, что не так. Там надо правильно выбирать пространство, время, момент, когда он не голоден, не хочет спать, чтобы была правильная температура воздуха, правильное освещение в комнате. Тогда, если вы эти моменты учитываете, если вы создали эмоциональную связь с родителем ребенок, и тогда вы, в принципе, можете нормально выкладывать ребенка, он будет любить этот процесс выкладывания на животик. Дальше, какая важная штука. То есть, иногда ребенок устает, потому что, когда ты лежишь на животе, у тебя реально напрягаются мышцы шеи, спина, плечи и так далее. То есть, когда ребенок лежит на животе, ему бывает сложно, поэтому ему нужно давать возможность переворачиваться. И как раз вот та же вестибулярная программа, которую наши мамы выполняют на практике, она тоже позволяет ребенку то на животе лежать, то на спине, то делать другие упражнения. То есть, в принципе, делаем паузы, делаем небольшие паузы, но ребенок новорожденный, когда он уже отпала пупочная прищепочка, и можно выкладывать на живот, он уже может 1-3 минуты лежать на животе за раз. Ребенок в 3-4 месяца лежит 20-30 минут уже спокойно на животе. Тут самая фишка в том, что у ребенка растет вес, и вместе с весом должны расти мышцы. Если вес растет, а мышцы не растут, то с каждым днем все сложнее и сложнее. Вот представьте себе, что вы не тренируетесь, а вес у вас за 2 месяца вырос на 20 кг. То есть, это просто нереально, это очень сложно, скажем так, да, поэтому, да, ребенку может быть сложно. Если ребенку нужно пробовать все на вкус, как правильно показать ему, что можно пробовать на вкус, и что опасно в этом плане? Убрать полностью все, что опасно, это очень важно. Значит, смотрите, ваша задача, когда ваш ребенок становится ползунков, я для вас приготовила в младшем курсе очень важный урок. Безопасность ребенка в доме. Там полностью анализ всего, что нужно убрать в доме, какие штуки опасны, какие нужно убрать, да, Мелких предметов вообще не должно быть в доме с ребенком, ну я бы сказала до 2 лет на самом деле, потому что они все пробуют на вкус Если ребенок у вас, вот запомните, он не может оценить безопасность до 3 лет, то есть все, что он делает, он не понимает последствий Поэтому только ваша задача обеспечения безопасности вашего ребенка, ничья другая, только вы можете его, скажем так, обезопасить В его зоне доступа не должно быть ни одного опасного предмета Ну окей, ложку он засунул в рот, погрыз, там где-то все, там выплюнул Какие-то предметы, с которыми он манипулирует, они должны быть достаточно крупными, чтобы залезть в рот, но не проглотить этот предмет То есть погрызть, пожалуйста, без вопросов, можно делать Если ребенок недоношен, если он заведет недели, когда можно начинать заниматься с ним, и чего начать? Сейчас один месяц, но еще вес, это еще килограмм Да, вы ждете, пока ребенок дорастает до ПДР, и дальше вы просто проходите ту же программу, которую проходят все дети Для деток, которые рождены ранее срока, это еще более актуально, потому что им нужно, скажем так, догнать и наверстать Но это не проблема, они догоняют, то есть не переживайте по этому поводу Они догоняют потом в развитии детей, если вы опять же с ними занимаетесь В практике у вас прямо есть такой модуль, с чего начать? Почему я не могу вам вот прямо сейчас все-все-все рассказать? Потому что в практике младшего курса на первый год жизни 870 упражнений и игр Просто чтобы вы понимали, что это не потому, что там, ну я сейчас направление вам, да, вы будете понимать, что нужно делать Но их просто очень много, то есть это серьезная программа, которая проходит во всем мире, и если вы хотите, вы можете включаться Так, значит, основные направления Принцип БМП, кто знает, что такое принцип БМП, ставьте плюсики Значит, о чем речь идет? О том, что важно развивать баланс, мануальные навыки, подвижность В подвижность входят массажики, гимнастики, бассейны И далее развитие органов чувств, да, это слух, зрение, тактильные ощущения, нюх, вкус То есть это то, каким образом мы знакомимся с этим миром и как мы его, в принципе, воспринимаем Какое количество занятий? В среднем вы можете делать 7 упражнений в день, да, можете делать 3 тренировки по 10 минут Можете делать более 5 тренировок Фактически я бы сказала, что это не программа, это такой стиль жизни Когда ты просто знаешь и понимаешь, что делать У меня есть какая-то пауза, я поставила чайник, жду и по сути тренирую Вот правильное формирование мотивации Это наша дочка, ей здесь 5 месяцев, и она ползет на животе Периодически уже даже, видите, на коленке становится Вот это кратко о мотивации ребенка, с которой он, каждый ребенок, вообще в принципе, да Он движется к познанию этого мира Если вы его не лимитируете, если вы правильно все делаете с раннего возраста То ваш ребенок будет приблизительно вот таким вот образом познавать этот мир И старшие и младшие у нас в мега целеустремленные Они абсолютно спокойно осваивают те навыки, которые им нужны У них просто вот, ну, решил ребенок там научиться съезжать на роликах Она повторила там 100 раз это действие, ее невозможно остановить Вот мы сейчас спустились в походы, 2 километра ребенок зашел на гору Абсолютно без вопросов, с удовольствием, с огромной мотивацией Они физически очень круто развиты И это влияет на интеллект, они очень умные Поэтому это все о том, как формировать внутреннюю мотивацию ребенка Чтобы ему внутри нужно было и хотелось Вот тогда не остановить таких детей Они будут осваивать любые навыки, любые знания И при правильной мотивации, при правильных знаниях Вот эти, они уже даже на четвереньки становятся на этом видео Это и 5 месяцев на этом видео Поэтому это все правильные, скажем так, форматы развития Далее, зачем развивать баланс? Кто развивает баланс? Ставьте B+, да, баланс плюс Баланс влияет на координацию движений На то, как развиваются органы чувств Органы чувств влияют на слух, на речь На то, когда ваш ребенок будет говорить На процесс обучения, как ему будет учиться Легко или сложно На концентрацию внимания На то, как у него развивается мозжечок Баланс влияет на вестибулярку Вестибулярка – это улиточка внутренней части уха Которая влияет на другие органы чувств Фактически мы помогаем ребенку сделать чистые каналы Восприятия информации Далее, когда мы занимаемся балансом Мы развиваем ощущение времени, чувство ритма Мы помогаем ребенку ориентироваться в пространстве Где какая часть? Вверх, низ, лево, право Где я нахожусь на самом деле Межполушарное взаимодействие Левое, правое полушарие Опять же, ребенку будет проще читать, писать И осваивать навыки математики И вот когда было приведено исследование Опять же, да Непосредственно детками, которые плохо учатся Практически у всех у них были проблемы с развитием баланса То есть нет нормально развитого баланса Есть проблемы с обучением Опять же, всех авторов я вам давала выше Вы всегда все можете прогуглить Сами изучать это все Делайте многотомники То есть я когда вам говорю какую-то информацию Вам важно, чтобы там кратко и четко по сути Далее, способствует бинокулярному зрению Фокусировка двух глаз одновременно Восприятие информации И влияет на темпы на плавные встречи Б плюс, отлично Кто не развивает, ставьте Б минус Далее, важно, что когда вы занимаетесь той же программой на баланс Баланс у вас идет взаимодействие родитель-ребенок Вы еще создаете эмоциональную связь и доверие ребенка к миру То есть тренировки могут быть по 10 минут Могут быть короче Баланс идет 2 минуты за раз То есть у вас, в принципе, принцип БМП идет 10 минут И из них 2 минуты идет на баланс Лично я считаю, что папе тоже нужна связь с ребенком Поэтому одна тренировка обязательно папе Потому что они должны договариваться, учиться, общаться и так далее С точки зрения психологии Баланс равно уверенность Представьте себе, вы стоите на бревне, которые от вас уезжают И вы пытаетесь как-то словить этот баланс и не упасть Если ребенок с плохо развитым балансом Он все время какую-то часть ресурсов скидывает на то, чтобы не упасть Не споткнуться, никуда не завалиться Если у него хорошо развит баланс То, естественно, это уверенность Это хорошая самооценка И это нормально Дальше поможет ему Если нет этого Мнительный, боится нового, боится действовать Такой ребенок мнительный У нас будет с вами много разных упражнений Мы будем задействовать и фитбол Мы будем задействовать и всякие там тренировки на вестиблярку Когда мы делаем плавные, очень нежные движения Которые ребенок тоже развивает Будем делать перекатики Которые помогают ребенку учиться Преворачиваться В общем-то на младшем курсе 870 упражнений Игр для малышей на разные направления Которые можно будет делать Также важно, чтобы мы делали упор и на развитие органов чувств И мне в этом плане очень нравится австралийская школа Которые тоже у вас есть в программе Они делают очень классный упор на развитие органов чувств Слух, зрение Потому что ваш ребенок, когда он только открылся У него очень плохо развито фактически зрение И он очень плохо видит Вот так приблизительно будет выглядеть эта программа То есть у вас коротенькие видео И вы себе там посмотрели Как и что делать И пошли дальше делать Следующее направление Мануальные навыки Это тоже очень важная штука Потому что на самом деле Когда вы тренируете руки Это влияет на речь Вот эта зона рук, она влияет на речь На то, как он будет учить языки На то, как у него развита мелкая моторика Насколько он может кушать сам Одеваться сам И дети, которые, например, не тренируют Они будут позже все это делать Как это влияет на почерк То есть или ребенок сидит и нормально пишет Или он сливает 10% на это Написал, там и 90% сил осталось Или он сидит, пишет, старается 80% сил на письмо Рука устает, учителя не слышу Потому что весь фокус внимания здесь И это очень важные моменты в дальнейшем процессе обучения То есть это влияет на весь процесс Дальнейшего освоения навыков Мануальные навыки Готовят ребенка к ползанию Потому что ваш ребенок, чтобы поползти Должен хорошо натренировать руки И иметь опору на вытянутые руки Управление пальчиками Пинцетный захват То есть все, что мы делаем Ручки открыть, что-то открутить, закрутить Далее тренировка на турничке Перехват, рукоход, письмо, рисование Самостоятельная еда Все это напрямую связано с тем, как мы тренируем руки Опять же на практике у вас тоже будет очень много прикольных игр На развитие мануальных навыков с малышами Это то, по каким программам занимаются многие дети мира И это очень классно, весело и здорово Так, идем дальше Ой, что-то я нажала не то Также очень многие специалисты говорят о том Что у многих деток не отработан этот пинцетный захват К сожалению И это очень легко отрабатывается Если вы не пропускаете эти этапы И когда мы еще работаем с руками Что мы делаем? Мы задействуем два полушария мозга Би-мануальные навыки Две руки Когда они взаимодействуют Формируются новые нейронные связи Опять же, новые участки мозга задействуются Мозг больше своих ресурсов использует Опять же, у ребенка начинается больше концентрации Больше потенциал развивается И пространственные отношения между предметами Поэтому на практике тоже буду вам рассказывать Как они тренируются Эти мануальные, бимануальные навыки Каким образом тренировать ручки ребенка И что делать, чтобы речь и все остальное развивалось нормально Также руки влияют на речь И что делать, чтобы у ребенка хорошо развивалась речь И не было задержек речи Которые на самом деле у огромного количества детей сейчас Я работаю с младшими группами и со старшими Огромное количество детей в старшем возрасте Не говорит ни в полтора, ни в два года Хотя это, в принципе, абсолютно легко Далее Читаем с рождения Поем песни Ставим качественную музыку Я вам даю наш набор качественной музыки Метод Сузуки Та же классика, которая есть Обязательная программа для всех Детские песенки и все остальное Много разговариваем Потому что карта языков прописывает Свою ребенку именно в этом периоде времени С момента рождения до полутора лет Развиваем слух Развиваем мануальные навыки Руки, вот эту зону руки Мелкую моторику Пальчики Все, что связано с пальчиками и так далее Музыка обязательно для каждого ребенка Потому что она развивает у ребенка Возможность хорошо, чисто слышать И это помогает потом развитию речи И тех же иностранных языков Насколько он будет быстро учить Дает конкретные, очень крутые изменения в голове Которые потом помогут обучаться В принципе, мотивируют к процессу обучения Учит концентрировать внимание на выполнении определенных задач И, соответственно, развивает тонкий музыкальный слух Который влияет на все остальные процессы обучения Помогает из-за чувства ритма, чувства такта Последовательность Потому что музыка – это последовательность Когда идет музыка, там всегда повторяют Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та Более длинный звук, медленный, там высокий, низкий и так далее Вот эти последовательности ребенок он запоминает И потом они помогают ему даже учиться в процессе в дальнейшем Так, теперь подвижность Тоже еще одно из направлений Пишите, кто занимается мануальными навыками Плюс, кто не занимается минус И сейчас подвижность буду рассказывать Так, смотрю, что Дочитала в полтора-два месяца Показатель развития Что необходимо делать Подскажите, пожалуйста На практике даю вам полностью все, что необходимо Ребенок в полтора-два месяца Он уже у вас хорошенечко лежит на животике Он у вас учится вместе с вами Через дестибулярную программу делать перевороты Отрабатывает хватательные рефлексы Все остальное У вас есть чек-листы Что на каком этапе ребенок должен уметь И, собственно говоря Проходить эти все этапы Диагноз при рождении Шеменда степени Если какие-либо особенности Вы работаете в развитии Все особенности Все вопросы с особенностями Можете писать в личку То есть, ну тут нужно уточнять эти моменты Спорткомплекс для детей до года С какого возраста считаете он нужен? С шести месяцев вы можете его использовать То есть, с шести месяцев Ребенок уже активнее Может его использовать Но, опять же, под вашим присмотром До полутора лет Но это тоже классная штука На ней тоже можно заниматься Так, подвижность Формирует мозг Помогает его развивать Формирует новые нейронные связи в голове Развивает самостоятельность Уверенность ребенка Правильные привычки Которые записываются На уровне нейронных связей И умение преодолевать сложности И вот теперь важный момент Подвижность Напрямую связана с интеллектом Вашего ребенка Чем больше у него будет Правильной подвижности Чем быстрее он переходит От одного этапа развития мозга К другому Тем умнее будет ваш ребенок То есть, если он затормаживается В процессе развития Перейдет на этап ползания Не в 6 месяцев А в 9-10 То он, по сути, мог это сделать раньше Потому что природа Ему дала эту возможность Но по какой-то причине Он не отработал эту возможность Может его редко выкладывали Может с ним не занимались Может, например, у него была неправильная одежда Или неправильная поверхность Причин очень много Но на самом деле подвижность Влияет на интеллект ребенка Хотите, чтобы дети были умные Давайте им возможность двигаться Сенсорно развивайтесь Не давайте, не пичкайте их сухой информацией Сухая информация Все равно через подвижность Она придет в более старшем возрасте И я вам даю 900 игр для малышей Которые вы тоже можете применять Но самое главное, что вы должны помнить Что мозг ребенка Должен максимально быть соединен С каждой мышцей Чтобы тело управлялось легко мозгом Вот мы себе подумали Возьми то Или двигайся так Или прыгни так Или скоординируйся Или сконцентрируйся И это получается Как развивается подвижность? Через упражнения мировых школ Опять же на практике даю все Через массажики Через гимнастику Через плавание Через сенсорное развитие Через ползание Время животика Хождение правильное Благодаря балансу А не в вашей руке Все это формирует мозг На самом деле Время животика полезно Потому что это развитие Мелкой моторики Ручки Крупная моторика Движения Познавательные навыки Языковые навыки Социоэмоциональные навыки Очень много разных моментов Начинаем с момента рождения Когда отпала пубочная прищепка Только в периоды бодрствования Не сна Потому что на животе Ребенку не рекомендуют спать До годовалого возраста Это в рамках Safe to sleep campaign Можете более детально О ней почитать Под присмотром родителей С вашей поддержкой Мотивацией И взаимодействием В правильной одежде И в правильном пространстве Тоже все это рассказываю Ну простой вариант Когда вы меняете памперс Вы выкладываете ребеночка На пару минут Вот так как здесь вы видите С подкладыванием Ручек под подбородочек Чтобы был лучший обзор И вот 1-3 минутки Ребенок может это делать То есть на практике Рассказываю вам Что не так Если ребенок не любит Эти процессы и так далее Какие есть альтернативные варианты Опять же Потому что иногда дети Действительно не любят Лежать на животе И вам нужно Скажем так Проанализировать Потому что иногда Бывает там Криво шея Зажимается эта часть Больше чем это Это перерастянуто Это спазмировано Выкладываем ребенка на живот Он орет А мы думаем Что он живот не любит У него на самом деле Проблема другая То есть тоже будем Проходить на практике Что это Как это И почему это происходит С поворотиками Будем отрабатывать И так далее Почему нельзя Ложить ребенка на спину На долгий период времени Почему все-таки Должно быть время животика Потому что детки рождаются У них мягкие кости черепа Чтобы легче пройти родовые пути И когда мы выкладываем Слишком много на спину Вот это опять же Из интервью С австралийским педиатром Получается вот такая штука Плагиоцефалия Брахиоцефалия Почему? Потому что Ребенок слишком много Лежит на одной стороне Например Мама с одной стороны И он все время Смотрит в одну сторону Или например Та же кривошея Ребенок выкладывается И у него зажим идет Или просто лежит много На затылке И чтобы этого не было Мы чередуем это Опять же С тем же временем животика Но опять же По кривошеи Если есть вот такая позиция То тоже рассказываю вам Это на практике Что делать с этим Быстрый набор веса У ребенка он растет И вместе с ним Должны расти и мышцы Если вы например Первые полгода Не выкладывали ребенка То дальше он будет буянить И не будет любить этот процесс У нас в группе После Англии Когда я открыла Свои группы развития Были девочки Которым было по 6 месяцев Близняшки Они до 6 месяцев Их не выкладывали Мама не знала просто О том что это важно И в итоге Потом дети Очень-очень тяжело И долго привыкали К этому процессу Очень поздно поползли И так далее Но мы в любом случае С ними прорабатывали Эти моменты На практике буду тоже давать Это мой муж И наш старший сын И они занимаются На самом деле Занятия с ребенком Они могут быть веселые Это взаимосвязь И вот у меня кстати У них очень крутые отношения Как у мужа с сыном нашим Так и у мужа с дочкой нашей Потому что он включался В процесс развития детей С маленького возраста То есть это хотя бы Там 5 минут 10 минут Этого достаточно Чтобы они создавали Эти эмоции И передавали эти эмоции То есть это важно Вот пишите У кого папа включается Хотя бы на 5 минут Пишите плюс Если не включаются Мотивируйте Хотя бы на 5 минут Кто спрашивает Что за патимировала Моего мужа Я ему задала вопрос Ты хочешь чтобы у тебя были умные дети Он говорит Конечно кто не хочет Чтобы дети росли умные Особенно папа, сын Чтобы там первый ребенок Я говорю Все очень просто Вот тебе нужно 10 минут всего лишь Потратить И опять же Это дает результат И вот он когда Начал действовать Когда он там Загорелся идеей Замотивировался Сначала там Какое-то количество месяцев Он просто делал А потом когда он увидел Обратную связь Что это дает в развитии Он просто все Дальше уже не надо было мотивировать Он уже сам занимался Без проблем Ползание Развязать смелость Решительность Ловкость Координация движений Помогает ребеночку Побороть страх высоты Конвергенция зрения Близние Зрительные Палеодальные Все остальное Школьные навыки Легче осваивать У ребенка Координация движений Смелость Он отползает от вас На расстоянии Самостоятельность Два полушария мозга Координация движений Тактильные ощущения Он ползет И трогает разные поверхности Пространственная ориентация Где какая часть Где кухня Где комната Где все остальное Ребенок Развязывает настойчивость Целеустремленность Умение подчинить себе Своё тело Управлять телом Неврологические проблемы Некоторые решаются Позвоночник готовит К вертикализации К повышенным нагрузкам Ходьбы Мозг развивается И все остальное Дальше идем Что важно делать Чтобы ребенок Был целеустремленный Это кстати Наш сын Два с половиной месяца Ему тут Он тренируется На треке Я буду тоже вам рассказывать Что такое треки И как они помогают Ребенку учиться ползать На самом деле Чтобы ребенок Был целеустремленный Уверенным Упорным Просто нужно с ним Заниматься Повторять Через любовь Через мотивацию Обнимашки Баловство Всякое Давать ему Весь этот опыт И это очень-очень важно Дальше В 6 они ползут по прямой Это наша дочка В 7 она ползет Уже под горку То есть это уже Усложненная программа Она уже отработала На животе в 5 месяцев Научилась ползать По прямой в 6 месяцев И здесь мы уже Усиливаем ей программу Вот кстати Тех кто спрашивал С какого возраста Заниматься Вот она уже С 6 до 7 На месяц тренируется Уже на спортивном комплексе Его можно вот таким образом Использовать Так Форма черепа Влияет на умственные Затем Нет Не влияет Ваша деятельность Влияет Если ребенка Есть много подвижности То это окей Малыша спать на животе Пусти и ночи Нормально Ну опять же Давайте так Этот проект Наш проект Он существует во всем мире И во многих странах мира При выписке из роддома Даже вот сразу говорят Нельзя укладывать ребенка Спать на животе Потому что есть такая вещь Как safe to sleep campaign Вы можете написать в личку Я могу скинуть вам Название Чтобы прогуглили То есть не рекомендуется Это делать Значит теперь по поводу Полу вертикализации Когда ребенок научился Ползать по прямой Это могут быть треки На горку с горки Это могут быть ступеньки На ступеньки со ступенек Это тоже помогает ребенку Подготовить позвоночник К повышенным нагрузкам Когда он будет ходить То есть вот эти все штуки Тоже полезные Классные Когда научился ползать Играем, балуемся Это вот опять же Мой муж с сыном Как они балуются Как он мотивирует его ползать Как это весело Классно здорово происходит Как они передают Свои эмоции друг другу И вы знаете Нормальное развитие ребенка Это же не только То, что он технически Может сделать Это реально Ваша связь с ним Это то, как он доверяет вам Не доверяет Насколько он справляется Со сложностями Есть ли у него Ваша поддержка И все остальное То есть Как вы видите Ребенка очень просто Замотивировать На любую деятельность Неважно, что вы делаете Или ползаете Или делаете Какие-то другие действия Так, как дети учатся ползать Первые три месяца Много времени на животе Три-шесть Перевороты Ползание Шесть плюс Ползание на четвереньках Почему ребенок не ползет Мало времени на животе Неправильное пространство Неправильная одежда Мотивация Нет правильной поддержки И другие моменты Которые могут притормаживать Все эти процессы Далее На практике Что даю У вас есть С чего начать И разделение на четыре группы 0-3 месяца 3-6-6-9-9-12 И в каждом из них Есть определенная программа Опять же Пассивная программа На равновесие Подвижность Мануальные навыки Все, что необходимо В этом возрасте Что еще рекомендую Рекомендую еще делать Упражнения в ванной На развитие подвижности Это уже наша дочка И опять же Вы можете просто делать Упражнения над водой Если кто-то хочет Осваивать навыки Подныривания Можно и подныривание тоже Если вам страшно Вы просто делаете Упражнения в воде При этом ребенок Развивает свои навыки Подвижности У меня водные дети Они очень любят воду Они плавают с детства Они ныряют без проблем Это развивает дыхание Дыхание влияет на речь На все остальное То есть это классная штука Плавание развивает дыхание Выносливость Насыщает мозг кислородом Он помогает в подвижности И бегу, и ходьбе И всем остальным навыкам Вот теперь по поводу хождения Хочу просто вам показать Чего не нужно делать Очень часто вы в парке Можете увидеть такую картину Когда мама или папа Ведут ребенка за руки Поднимая их очень высоко К ушам и так далее Вот такая позиция неправильная Она не дает ребенку Нормального развития баланса И фактически работает ваш баланс Не его Не нужны ходунки Не нужны талакары Не нужны мамины руки Которые смещают баланс Поднимают одну сторону Или две стороны Важно, чтобы этап развития хождения Был немножко другим Когда вы занимаетесь Вестибулярной программой Ребенок развивает этот навык Самостоятельно хорошо Потом он ходит крабиком Потом он переходит Опять же на следующий этап Лучше встал, потянулся Вперед, сел Чем стоит и долго находится На такой позиции То есть на практике Тоже вам буду показывать Еще много этих упражнений У вас просто вот такие вот Конспекты есть И короткие видео То есть это все очень удобно И классно Если мы пропускаем момент Это влияет на концентрацию Внимания На сенсорное развитие На уверенность ребенка На то, как он координирует Свои движения На то, насколько он держит Осанку в школе Кстати, у первоклассников У многих уже проблемы с осанкой Почему-то Потому что спина не готова Банально Не закачали мышечный корсет Далее Задержка речи Это очень частая Почему-то проблема На данный момент Родители просто пролетают Мимо этих всех моментов Хотя в принципе Это абсолютно просто Чтобы у ребенка Не было задержек В развитии речи Психическое развитие Могут быть определенные моменты Это нарушение зрительно-моторной координации То есть это опять же Насколько развито зрение Ближнее зрение Развивается через ползание В том числе И параллельно Австралийская школа Дает очень много прикольных игр Сенсорное развитие Это тот опыт Который ребенок должен получить У вас в раннем возрасте И да Все дети все равно Что-то щупают Что-то нюхают То есть сказать Что они вообще не развиваются Нельзя А естественно Они в пространстве у вас находятся Но сенсорное развитие Одно другому рознь И слух у всех разный И зрение у всех разное Поэтому есть определенные моменты И тут нужно давать ребенку Много этого опыта Вот например зрение Ваш ребенок новорожденный Он видит все как в левой картиночке Это все плывет перед глазами И ничего невозможно увидеть Поэтому зрение мы тоже будем С вами развивать на практике Через движение Через фокусировку на ближних предметах Там всякие такие штучки Тоже буду вам давать Потому что это тоже формирует мозг И по сути то, что нужно Будем играть с поисковым светом Выключили свет Включили фонарик Ребенок наблюдает за определенной картинкой Расскажу, почему можно брать Первые два месяца Вот эти черно-белые коврики Как они влияют И какие картинки нужно Раскладывать возле кроватки И всего остального Чтобы ребенок фокусировал свой взгляд Значит, мобили Это такая штука Которая очень полезная Вот такие штуки Можно покупать от нуля До шести месяцев Смело Они полезны Они важны Они нужны Активное чтение Тоже будет начинаться У вас с шести месяцев Плюс Что такое активное чтение Это работа с книжечками И приучение ребенка К этому процессу Одна-две минуты Сенсорные Трогаем, щупаем, пробуем, бьем И все остальное То есть это тоже очень полезно Один и один Первый раз идем в бассейн Поздно Но детки, которые пошли в бассейн До восьми месяцев Они пройдут этот этап Очень легко Быстро И воспринимают все Как так и должно быть Фактически все Что вы дали ребенку В первый год жизни В любых навыках Зайдет вот так и должно быть Дышать нормально Плавать нормально Садиться на горшок Нормально То есть для ребенка Это просто нормально Не через напряги Не через там Какие-то сложности Просто нормально Ребенок боится Лежать на воде на спине Как бы приучить Да, дети не любят Эту позицию Потому что она такая Позиция беспомощности Выкладываем ребенка Себе на плечо Так, куколки Мои тут нету Не смогу показать В общем, выкладываем на плечо Ребенка И ножками передвигаем Ну, ребенок находится Своей головой Рядом с вашей головой То есть там есть Определенные моменты Четырестное место Не заглядывает в рот И держит Уже заглядывает в рот И держит целую улышку Отлично Уже можно начинать прикорм Ну, прикорм рекомендуется Начинать с шести месяцев Такой полноценный Вы можете дать Нибблер ребенку И немножко туда Какой-то еды сложить То есть это не полноценный прикорм Он там сок Может высосать немножко Из этого Нибблера Но это такая тренировка рук И приучение ребенка К следующим этапам Так, с активным чтением Сказала Да, дальше будем разбираться На практике С развитием слуха Это тоже очень важная штука Я вам все время Вам показываю У меня такой целый набор Всяких штук Которые нужно использовать Для развития слуха Поэтому я своим деткам Это все время давала Тоже вам буду давать Эту информацию На практике Дальше Тактильные ощущения Тоже важное направление Ребенок должен ощущать Части тела А для этого мы можем Прикасаться к нему Через массаж Через гимнастику Через тактильные упражнения Игры и все остальное У вас будет 900 игр для малышей Там вы сможете выбрать Те, которые вам нравятся Массажи Тоже пару минут Как минимум Это важная вещь У вас на практике Тоже будет эта программа массажей Потому что они действительно Формируют необходимые Ощущения ребенком Частей тела И все остальное Далее Ну, самое важное Что оно должно быть в комплексе Понимаете Потому что кто-то делает только массаж Но при этом забывает Про вестибулярку Не тренирует мануальные навыки И все остальное То есть оно должно быть Реально в комплексе Поэтому у вас будут Такие короткие упражнения В которых я вам буду показывать Как это все происходит И самостоятельность Невероятно важный момент Вот кто-то у нас сегодня Прокомментировал Куда мы спешим Зачем вообще нужно развивать Самостоятельность Вырастет 10 лет Начнет сам кушать На самом деле Это не совсем правильный подход Потому что ребенок Он будет понижать Свою самооценку Он будет чувствовать себя Зависимым А не независимым Зависимым от мамы Без мамы я ничего не могу Мама, ты Мама, одевай Мама, я не пойду Мама, я возле твоей ноги стою И так далее Самостоятельность Повышает уверенность ребенка Дает возможности Тренировать физические навыки Опять же Дает возможность Развивать навыки Самообслуживания Я сам ем Я сам там делаю Определенные вещи Независимость Чем больше у ребенка Везопыт Тем быстрее он переходит К этапам самостоятельности И самостоятельность Связана также С мануальными навыками Шести месяцев плаваем Но уже десять месяцев Сам не садится У опоры стоит Норма Ребенок ползает или нет Ребенок после ползания Начинает сам садиться То есть если у ребенка Была правильная подвижность В раннем возрасте Первые шесть месяцев Он у вас шесть месяцев Ползет на четвереньках И присаживается на полупопе Если ребенок не пополз То естественно вам нужно Развять эти навыки То есть плохо Если он не отползал Три с половиной Пять месяцев И стал Начинает становиться Он должен подготовить позвоночник К повышенным нагрузкам Когда он стоит Если он лежал-лежал А потом сразу встал Это плохо Он не прошел промежуточный этап Нагрузка на спину Поэтому обязательно Подключайтесь к практике Есть практика Шесть месяцев Шесть лет Там все что вам необходимо Немножко нужно раньше Будет вернуться На несколько этапов И отработать то что пропущено Не мотивируйте ребенка Который не отползал Три с половиной Пять месяцев Не мотивируйте его стоять Пожалуйста Потому что это нагрузка Значит идем дальше Ну опять же Мои дети тоже С десяти месяцев Они кушают самостоятельно То есть я вам буду Давать на практике Игры Которые развивают самостоятельность Опять же я повторяю Что практика Это полный комплекс Это вот то гармоничное развитие Которое фактически Дает вашему ребенку Те направления Которые важны Это без перекосов Это не только Интеллектуальное знание Пичкаем А все остальное Пролете И мы забываем эти моменты Это конкретно комплекс Ваш ребенок физически развит Он умен Он самостоятельен И да Это важный навык То есть я прям планировала По 40 минут занятия самостоятельности Когда ребенок сидит И учится одеваться Учится кушать Потому что это важно Это настолько важно Что вы себя просто не представляете Как лучше показывать малышу Карточки дома Я вам тоже говорила Об этом немножко раньше Что лучше дать ребенку Больше задействовать Сенсорных систем Физический опыт Постучал Уши Как собачка говорит Или как курочка говорит Посмотреть Пощупать Потрогать То есть чем больше систем Задействованность Органов чувств Тем лучше Тем круче Тем быстрее развивается ребенок Ну вы можете показывать Карточки Глана дома С 10 месяцев Я вам на практике Даю наши наборы И я вам рассказываю Как мы их адаптировали То есть я не показывала Вот эти карточки Глана дома Но я делала тематические недели Это задействует тело ребенка Это очень важно И естественно Все бытовые вопросы вместе Дорогие мамы 6 месяцев плюс Все Ваш ребенок самостоятельен Он помогает вам Сортировать вещи на полке Выделите ему полку Которую он будет Вываливать И складывать Вываливать И складывать Поставьте ограничители на шкаф Чтобы ребенок руки не прищемил Вместе с ребенком Относитесь В стиралку вещи Со стиралки Разбирайте эти все вещи Это приучает И формирует мотивацию Не хочет дома кушать прикорм Пюрешки, кашки Только на улице На прогулке норма В старшем Ой, в младшем курсе Извините Есть модуль Самостоятельность И еда Там есть эта информация Потому что Ну, не быстрый ответ Не на один час Два годика Ребенок ничего не кушает Что мне делать То же самое В старшем курсе Ответы на вопросы По поводу еды Правильно выставляете Правила То есть, если ребенок Потом наедается Печенье и конфеток И при этом вы не кормите его супом То это неправильно То есть, есть определенные принципы Как ребенка мотивировать Кушать нормальную еду Когда ребенок будет хорошо кушать Когда он хорошо сбросил физическую энергию И хорошенечко, например, потренировался Ну и когда он не наелся какой-то гадости сладости по дороге Соки, сладости или перекусики Которые просто перебивают банальный аппетит Поэтому такие вот моменты Я в старшем курсе вам тоже это все рассказываю Это старший курс от года до шести Социальная адаптация вашего ребенка То есть, то, как он будет в коллективе адаптироваться Будут ли его обижать Или он будет себя чувствовать уверенно и нормально Она зависит от физического развития, от эмоционального развития и от интеллектуального развития Поэтому, если вы готовите ребенка в три года в садик Это важный этап, на самом деле, чтобы договориться, научиться справляться со сложностями То вам важно подготовить ребенка физически, эмоционально и интеллектуально Естественно, социальная адаптация Она связана со всеми этими направлениями И то, что вы должны помнить, что комплексное развитие Это когда вы не просто ребенку даете хлеб и воду Там в питании И не просто там вы что-то там Он там где-то лежит на животе Все, достаточно Это когда вы понимаете, что на каждом этапе развития мозга Есть обязательные вещи, не проходя которые Ребенок потом недополучает нужные навыки Так, на сегодня основные моменты рассказала Сейчас расскажу, пишите, насколько было полезно от меня до десяточки Сейчас расскажу, что дальше мы делаем Мы с вами прошли 5%, 95% еще идем в программе Поэтому, если вы тот родитель, который чувствует, что это вы, ваша тема И вы хотите заниматься ребенком, ставьте плюсики Сейчас кратко скажу, что идем, куда идем дальше, что делаем Со всеми остальными я прощаюсь Не забывайте, что дети развиваются очень быстро И пропуская те этапы, мы в любом случае возвращаемся в попытке их как-то наверстать Те, кто чувствует, что это ваша тема Что вы хотите заниматься ребенком Что вы хотите раскрывать природный потенциал С которым этот человек пришел в мир Конечно же, включайтесь в эти программы Потому что это опыт мировых специалистов Лично я считаю, что это самые важные знания Которые мои дети, в принципе, когда-либо получали за свою жизнь Потому что благодаря этим знаниям Которые я смогла внедрить с ними на практике Они очень умные, они очень развитые Они очень талантливые И это не только мои дети Это все ваши дети Это прекрасная новость Потому что каждый приходит в этот мир со своими талантами Значит, то, что важно помнить Что есть младший курс от нуля до года Фактически все эти занятия базируются на опыте специалистов Которые более 30 лет Они уже не только там где-то в теории Они уже конкретно на практике Только в Австралии 15 тысяч детей посещают эти программы еженедельно То есть это огромное количество детей Чем отличается онлайн программа? Тем, что любой родитель из любой страны мира Может проходить эту программу Не выезжая на дорогостоящие тренировки И все остальное Фактически стоимость программы Как два занятия в Англии, которые мы проходили И это, по сути, те знания, которые меняют все будущее ребенка Есть программы для детей от нуля до года Есть программы для детей от шести месяцев до шести лет Есть программы от года до шести Старшие группы В зависимости от возраста вашего ребенка И от уровня развития его мозга На каком он сейчас этапе находится Есть определенные вещи, которые физически нужно отработать Освоить, пройти и так далее В каждом курсе у вас есть модуль на физическое развитие В нем есть упражнения, игры и все, что необходимо ребенку Конкретно на этом этапе развития мозга Интеллектуальное развитие То, что для малышей через подвижность То, что для более старших Эмоциональное развитие Как создавать эмоциональную связь Как учить ребенка чувствовать свои эмоции Как развивать эти навыки Как дать ему ту поддержку, благодаря которой он будет абсолютно легко двигаться вперед Далее, развитие самостоятельности Важный навык Я считаю, один из самых важных, конечно же Потому что ребенок, который умеет кушать сам, одеваться сам, ходить на горшок сам Он действительно чувствует себя уверенно Поэтому там я все эти вопросы Я действительно буду рассматривать очень детально Чтобы вы понимали, как ребенка приучать Когда и как это делать максимально легко Естественно, это не только его самостоятельность Это и ваша свобода Поэтому я считаю, что это важный навык Далее, сон и все вопросы с ритуалами сна С скачками роста, с регрессами сна С привычками сна, с неправильными ассоциациями сна И со всем, что мешает вам жить в первый год жизни Все это мы разбираем в этом модуле Далее, ГВ и прикорм С чего начинать, рекомендации От чего зависит ГВ Каким образом начинать учить ребенка кушать И вот самостоятельно его мотивировать и так далее Психология, поведенческие вопросы Все, что касается поведения Того, к чему вы должны быть готовы Когда ребенку год плюс Как вы должны себя вести, как реагировать Очень важная штука Потому что без нее никак Она есть и в младшем курсе Она же есть и в старшем Потому что это то, без чего ваше родительство комфортным не может быть Вы все время будете бороться с детьми Пытаясь как-то с ними договориться Но при этом не зная базовых вещей И мама в декрете У нас любимых Потому что я о балансе во всем И в моей семейной жизни И в моем родительстве И в моем браке В котором уже более 14 лет И во всем остальном Поэтому да Как найти эту внутреннюю гармонию Сегодня будет тоже в 5 часов Очень важный эфир Можете тоже присоединяться Об этом будем говорить тоже Год 1 какой курс взять Вам уже от 1 до 6 курс нужен Если ребенку год и 1 Это от 1 до 6 Там вы сможете наверстать вестибулярку Которую вы не разобрали И дальше пройти, скажем так, в старшую группу Далее Физическое развитие В каждом модуле Вот такие вот подразделения Их много Более 170 уроков Будьте внимательны Потому что есть интересная форма мошенничества Собирают 20 бесплатных уроков Которые у вас и так в инстаграме есть И продают их якобы Это курс То есть те, кто не понимает И пытаются где-то как-то что-то сэкономить Они в итоге покупают Бесплатные мои тренинги Которые вы и так, пожалуйста, берите Смотрите Полный курс это Более 2,5 тысячи единиц материалов Там и музыка Где-то в младшем В старшем 4,5 тысячи единиц Поэтому конкретно практика Она может быть только на практике Такое количество элементов Они просто их нереально Получить в другом пространстве Далее У вас много бонусов По поводу специальных полезных игрушек По поводу развивающего пространства Полезные помощники Внутренняя гармония И тайм-менеджмент для мамы Как развивать самостоятельность 900 игр для малышей Музыка и все остальное В зависимости от пакета Который вы выбираете У вас есть свой набор В шапке профиля В инстаграме Вы можете перейти на страничку В ютубе трансляции Тоже у вас Вы можете запросить Ссылочку В фейсбуке Тоже можно запросить ссылочку То есть в любом случае Вы можете написать Просто на Дети-гении В инстаграме И вам дадут информацию Есть разные пакеты Разные курсы Вы можете выбрать то Что вам необходимо Либо пишите сообщение Либо переходите в шапку профиля То есть можно просто написать сообщение Что мне интересует Пакет такой-то Или там курс такой-то Расскажите более детально Есть разные пакеты Light, Standard, Premium, VIP Сейчас идет смещение пакета Те, кто приобретает пакет Standard У вас идет переход на более высокий пакет Premium То есть там намного больше всяких бонусов Также если вы через сайт регистрируетесь Сайт это Antoniuk.pro Никакие другие сайты Не официальные То есть Это единственный сайт На котором вы получите практику И дальше вы Вносите несколько строчек имени И отправляете заявочку На этой страничке Если вы готовы сделать оплату Можете делать оплату И вас в течение суток Присоединяют Если вы еще думаете Сомневаетесь Просто уходите С вами свяжет менеджер Свяжется менеджер И ответит на вопрос Если они у вас появляются И помните, что ничего Просто так не бывает Если вы видите развитых детей Это значит, что с ними работали Если вы видите детей С задержками в развитии Это значит, что родители думали Что и так как-то пройдет Но оно никогда не проходит просто так Потому что Ну, организм это слишком мудрая система И знаете Как наши бабушки говорили Ну, мы же выросли как-то И нами никто не занимался И на самом деле Хочется ответить Что да, конечно Вы выросли И вы реализовали Все ваши жизненные цели Но чаще всего Это, скажем так Более такая печальная ситуация Когда они не реализовали Свои жизненные цели И пришлось Опять же Довольствоваться тем, что есть Поэтому не теряйте времени Вот самое простое Это делать правильно в начале А не потом переделывать И пытаться как-то исправить То, что пошло не так И мы потом намного больше денег Времени и сил потратим То, чтобы это восстанавливать Также у нас подарок Самый быстрый Я всегда мотивирую тех Кто хочет заниматься Учиться Поэтому у вас есть Один практикум на выбор Или это там, например О спорте Или о счастливых отношениях Или о самореализации мамы Или оптимизации быта И также тех, кто за сутки Присоединяется У вас мега крутой Полноценный курс О гармонии в жизни Это то, что на самом деле Я использую каждый день Благодаря чему я добиваюсь Своих жизненных целей Почему я смогла создать Ту семью, о которой я мечтала Почему мои дети Хорошо развиваются Почему я успеваю Многие вещи Здесь есть определенные принципы Которыми я просто готова С вами делиться Это полноценный курс Те, кто за сутки присоединяются Получают этот полноценный курс И, конечно же, два бесплатных месяца лета Пока вы можете заниматься Это бесплатные месяцы Если вы присоединяетесь к практике У вас будет вот этот бонус В виде дополнительных двух бесплатных месяцев Также все, кто беременны И кто ожидает Я очень мотивирую таких мам Потому что они могут подготовиться До рождения ребенка И не упускать важные моменты Поэтому весь период до беременности Если вы покупаете курс И присоединяйтесь к нему Весь период до беременности У вас бесплатный отсчет Идет с момента рождения ребенка У вас идет доступ на год Что нужно? Интернет Телефон или компьютер Доступ у вас будет К обучающей платформе На протяжении года Мы с вами вместе Мы с вами прорабатываем все моменты Я разбираюсь с вами С теми моментами Которые у вас есть Сложные Они появляются все время У нас есть сессия Вопрос-ответ У вас на протяжении года Они будут Каждый месяц Ну и конечно же Дополнительные материалы Которые у вас есть на платформе У нас более 7 тысяч человек Уже на данный момент Прошли эти практики Во всем мире И это прекрасно Потому что есть огромное количество Людей, детей, семей Которые полностью перевернули Своё восприятие Нормального, правильного Развития ребенка Это мега круто Эти дети Они будут менять будущее Всего нашего мира В лучшую сторону Я в это искренне верю Я вижу, насколько это все круто И вы тоже можете посчитать отзывы И самое главное Что это не просто теория Делай так, а вот как в книжке написано Да, я сама не знаю К чему приведет Это конкретная практика Потому что мы знаем К чему это приводит Мы сами занимаемся с детьми Это мега круто И это экономит огромное количество денег Для вас И дает возможность Любому ребенку В любой стране мира В любом городе Получать те знания От которых зависит его будущее Фактически это важно Вот те, кто говорит Сама найду в интернете Я на самом деле вам даю 5% практики всегда И на ютубе И на инстаграме Везде я вам даю Но если мы говорим о практике То ее невозможно дать Вот в таком формате Даже когда я какие-то кусочки Вам там выкладываю Где-то в инстаграме Да Это невозможно увидеть в комплексе Поэтому практика Только на практике Да И будьте внимательны Чтобы вы Не покупались На каких-то мошенников Которые вам продают Бесплатные тренинги Ну а родители не знают Сколько должно быть Они спрашивают Там 20 Ну окей 20 В общем-то Такая штука К сожалению А 8 месяцев Какой курс 6 месяцев 6 лет Знаете почему этот курс Был создан Потому что на самом деле Мы выяснили Что есть родители Которые ждут 6 месяцев до 12 Чтобы присоединиться К старшему курсу И что получается Пропускают вот этот период Времени Когда формируется Чуть ли не 30% мозга И потом у них Есть возможность Сформировать 10 То есть какой смысл Самое эффективное время Пропускать Если ты можешь потом Скажем так Получить больше И мы создали этот Смежный курс Фактически Почему такое разделение Я вам показывала Что есть 7 стадий Развития мозга И на каждой стадии Развития мозга Есть то Что ребенок отрабатывает Например Первая до 2,5 месяцев Вторая до 7 месяцев Третья до 12 месяцев Там 1,5 года, 3 года, 6 лет И вот на каждом этапе Есть своя программа То есть когда вы Подключаетесь к программе 0-12 месяцев У вас есть вся программа На 12 месяцев Если вы подключаетесь К программе 6 месяцев 6 лет Вы проходите здесь Полгода И здесь фактически От года до 6 То есть у вас Идет такое подключение Поэтому соответственно 6 месяцев 6 лет Почему 6 месяцев Да потому что Фактически часто детям По паспорту Им там 8 или 9 А по факту Развития 6 Да и вот Получается что Если родители Не занимались ранее То скорее всего Ребенок Ну вот где-то там Не отработал Еще минимум 2-3 месяца Вот Поэтому да Это самый оптимальный Курс Ну вот в вашей ситуации В любом случае Вы можете задать вопросы Написав в личку Либо оставив заявочку На сайте Поэтому переходите На сайт На практику Антонюк про 0.12 Да Оставляйте заявку В любом случае Заявка вас ни к чему не обязывает Вы просто оставили заявку И менеджер вас проконсультировал Поэтому ловите возможности Они вокруг Те кто их ловит И успевают делать многие вещи И не подводите своих деток Не ленитесь пожалуйста Потому что даже Одна минута Времени тренировки Выкладывания на живот Вестибулярки Она играет роль В будущем вашего ребенка Ну лично мне было не лень Поэтому сегодня Я наблюдаю за тем Как круто развиваются наши дети Это все дети Радостная новость в том Что это не только мои дети Это все дети мира Они обладают огромным потенциалом На сегодня все Я с вами прощаюсь Переходите на практику Регистрируйтесь До встречи На внутреннем курсе Те кто успел до пятницы У нас с вами в пятницу Эффективная сессия Вопрос-ответ С разбором всех вопросов И проблем Которые есть у родителей Малышей Поэтому присоединяйтесь Чтобы вас успели Добавить в группу И в пятницу Будем углубляться В эти вопросы Все Всем пока Всем прекрасного дня Субтитры сделал DimaTorzok